Разум может менять карму. Допустим, изначально карма тяжелая у человека бывает, тяжелая изначально. Рожденная прошлой жизнью. Почему тяжелая карма? Потому что в прошлой жизни, в семье я так жил. Обычно как бывает? Вот, допустим, женщина, она постоянно думает о своем муже, который приносит ей страдания в семейной жизни. Думает, думает о нем. И в следующей жизни, так как она думала о нем, а веды называют тонкое тело или психическое тело, в котором мы, в общем-то, и живем. Мы же не живем в грубом теле. То есть оно двигается, да, грубое тело. Но по факту счастье и страдания мы в основном испытываем от тонкого тела, от психики своей. И тонкое тело называется телом желаний. То есть какие желания у нас есть, так и формируется наше тело. Допустим, я желание прилагаю к мужу. Женщина прилагает желание к мужу. В следующей жизни она рождается таким же мужчиной, похожим на своего мужа. И начинает вести себя точно так же, как он себя вел. Почему? Потому что она на него обижалась, длилась. Означает, не принимала. Считала, что она лучше. Судьба говорит, раз ты считаешь, что ты лучше, пожалуйста, вот тебе такое же тело, попробуй вести себя лучше. Допустим, если человек говорит другому человеку, ах ты скотина, зачем ты бросил свою жену? Ну так, в сердцах, да? Судьба говорит, пожалуйста, если ты считаешь, что ты не скотина, судьба ему говорит, самому этому человеку, вот тебе такая же ситуация, попробуй не бросать свою жену в этой ситуации. Попробуй не бросить. Понимаете? То есть, мы не можем, не имеем права никого осуждать в этом мире. Но откуда возникает осуждение? Они возникают от привязанности. Смотрите, я хочу быть счастливым рядом с этим мужчиной. Хочу быть счастливым. Уже неправильно. Потому что веды говорят, что человек рожден не для счастья, а для сдачи экзаменов. Он должен выполнять свой долг в этом мире. Для чего? Для того, чтобы понять, что он душа. А душа всегда отдает, а не берет. Она всегда должна отдавать, а не брать. Она не должна помышлять даже о своем счастье. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не желать, мечтать, желать, хотеть, а трудиться, отдавать. То есть, чтобы семейное счастье было, для этого надо заботиться обо всех и даже не помышлять о своем счастье личном. Тогда семейное счастье появляется в жизни. Сразу же. А если я хочу себе счастья, то его не будет никогда. Видите, сама идея, что я хочу счастья себе, уже ущербное все, она не приводит к счастью этой идее, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok